Прошедшая неделя была богата на события, несмотря на то, что мы все еще пребываем в этой самоизоляции. Как шутят некоторые юмористы в сети, самоизоляция это почти СИЗО. Но, тем не менее, жизнь продолжается, жизнь бурлит, события происходят, и сегодня мы поговорим о том, что же произошло на прошедшей неделе. Начнем, как обычно, с краткого обзора ковид-оперативки, которая у нас проходит по четвергам. Мы все помним, что минувший вторник перед нацией опять в очередной раз выступил Владимир Путин. Сообщил нам, что он продлевает этот общий режим самоизоляции еще до 11 мая включительно. Праздники майские объединены в целый блок, очередной блок выходных. В общем, впереди у нас еще 11 дней этого безделия. На фоне выступления Путина, естественно, по итогам этого выступления, Хабиров внес кое-какие изменения в тот режим, который установлен конкретно у нас в Башкортостане. Но, правда говоря, изменения эти не были ни кардинальными, ни многочисленными. Собственно, что нам нового сказал и указал Хабиров, а именно то, что теперь можно ездить не полтора часа, а целых три часа на автомобиле, зарегистрировавшись там на этом их волшебном ресурсе «Дорога-02». Что с 4 мая вводится обязательный масочный режим, несмотря на то, что масок все еще не хватает и они не продаются повсеместно. Но, тем не менее, с 4 мая везде и всюду нужно будет носить эти маски и берите их, как говорится, где хотите. Цена на маски уже доходит до 250 рублей, это которые многоразовые и одноразовые стоят около 35-40 рублей. Но это нисколько не смущает наше руководство и в том числе их не смущает недоступность этих масок для населения. Ну, в общем, вот так. С 4 мая все ходим в масках уже обязательно. Также Хабиров сказал, что он рассчитывает на то, что все предприятия приступят к работе и будут постепенно открываться к 1 июня. Вот здесь, конечно, надо высказать некоторые сомнения, потому что федеральные власти все еще не выработали окончательного регламента открытия многих отраслей. В том числе отраслей общепита, там какие-то совершенно бредовые схемы предлагаются мадам Поповой. Там рассадка в ресторанах людей на расстоянии двух метров и по одному или там по двое. В общем, ну, в общем, очень все как-то сложно. И многие рестораторы, конечно, говорят, что они вообще не будут открываться в подобных условиях и при таких условиях. Хабиров осторожно спрогнозировал, что к 1 июня предприятия заработают. Также обсуждалась история с вахтовиками. Вахтовики «Газпрома» на Чаиндинском месторождении на днях взбунтовались. Многие из них болеют. Имеется в виду коронавирус. Их там держат в каких-то невыносимых условиях, в вагончиках, в каких-то, значит, полевых общежитиях. В общем, они взбунтовались. Из них очень многие – это жители Башкортостана. И вот, видимо, переговорив с «Газпромом», Хабиров согласился принять в территории Башкирии 1800 вахтовиков из вот этого Чаиндинского месторождения. Где они будут размещаться? Даже сам Хабиров сказал, что многие из них, очевидно, инфицированы. А это значит, что практически все они представляют определенную угрозу. И куда их помещать? У нас обсерваторы вмещают там 60, 80, 90 человек. Там есть меньшее. Но 1800 – это, ну, огромное количество людей. Людей, которые, собственно, рвутся домой, потому что, ну, они давным-давно уже там сидят на вахтах и так далее. В общем, конечно, непонятно, каким образом будет организовано вот это перемещение. То есть их, может быть, и привезут сюда самолетами. Но как же их размещать, как их обследовать, как их лечить? Потому что, ну, действительно, среди них, там, называют разные цифры. Там и 200, и 300 человек, но они уже больны. Тем не менее, Хабиров взял на себя это обязательство. Посмотрим, как Башкирия сможет справиться с подобной задачей. Это непростая задача на самом деле. Также Хабиров сообщил о том, что ежедневно теперь в Башкирии проводят 5,5 тысяч тестов. Но действительно, для Башкирии это много. Если это действительно так, то, ну, ура, как говорится. И еще одна новость, которая прозвучала на этой оперативке, это то, что теперь у нас, значит, за Минздрав со стороны администрации Хабирова будет отвечать Ренат Баширов. Ну, вот это вот перебрасывание полномочий, как обжигающего руки уголька из рук то Сидякину, то Баширову, то еще кому-то еще, видимо, перепадет. Это, конечно, очень характерная история. Многие из них понимают, что, ну, отвечать за Минздрав сейчас это дело такое расстрельное. Прямо скажем, то есть, и, наверное, никто из них этим заниматься не хочет. Сидякину вроде как назначили там представителем какой-то комиссии, которая будет инспектировать больницы. Теперь, значит, уже переназначили Баширова, который вообще за все это будет отвечать. Я не знаю, почему именно Рената на это место поставили. Может быть, это какая-то попытка с его стороны там замолить свои грехи. Мы знаем, что в последнее время у господина Баширова были крупные неприятности и проблемы с силовиками. Дошло уже до каких-то совершенно крайних мер. Кое-как, в общем-то, замяли, но проблемы были. И, соответственно, вот, возможно, его на передний край выдвинули, глядишь, и как бы реабилитируется. А может быть, эта позиция его в определенном смысле защитит сейчас от каких-то там претензий со стороны тех же силовиков. Я не знаю. Ну, вот такая вот рокировочка произошла в администрации главы республики. Минздрав озвучил цифры инфицированных в последние дни. Значит, на пятницу это 843 инфицированных в республике Башкортостан. Прирост на 77 человек. 14 погибли и 167 человек вылечилось от COVID-19. Примечательно, что уже 11 дней в Башкирии нет ни одной смерти от COVID-19. Судя по всему, случилось какое-то медицинское чудо. Я совершенно не понимаю, почему Всемирная организация здравоохранения не обращает внимания на достижения башкирской медицины. Но 11 дней с самого разгара пандемии и ни одного летального случая это несколько противоречит, в общем-то, теории и практике. Но, тем не менее, судя по всему, статистику мы научились подгонять. Мы научились не фиксировать случай смерти от COVID-19, а перекладывать это на какие-то другие причины смерти. Такова официальная статистика. Мы помним, как пугающе высок был процент смертности от COVID-19 еще две недели назад. И вот, значит, титаническими усилиями башкирской статистики и Минздрава мы добились того, что этот процент снижается. Но, однако, я уже говорил о том, что это своего рода ножницы, на самом деле, манипулировать ни теми, ни другими цифрами категорически нельзя. Но все очевиднее становится, что эти манипуляции у нас происходят в республике. Также тут Минздрав сделал очень громкое заявление о том, что мы стали делать больше тестов, потому больше инфицированных. Но, знаете ли, столь постыдное заявление, конечно, оно граничит с тем, что они признались в том, что мы теперь молодцы, мы теперь стали меньше врать. А раньше врали больше, да? То есть, ну, в общем, конечно, это совершенно безобразная схема, но она уже запущена. И, в принципе, ну, куда от нее теперь деваться нашей башкирской власти? Как известно, Башкортостан теперь занимает второе место после Москвы по выставочной и форумной активности. Действительно, в прошедший год, в 2019 году феноменальное количество всевозможных мероприятий, международных, федеральных и так далее, и так далее, прошло в Башкирии. У нас принято этим гордиться. Считается, что это большое достижение и определенный способ продвижения территории, реклама, значит, привлечение инвесторов и так далее, и так далее. В условиях пандемии коронавируса, естественно, стало невозможно созывать огромное количество гостей. И вот был придуман формат электронного форума, форума по интернету. И он прошел на прошедшей неделе. Это был первый пилотный такой форум. Назывался он «Мир после коронавирусной инфекции. Взгляд из центра Евразии». Очень представительный набор спикеров из 25 стран, 100 человек, Люка Бессон, всевозможные футурологи и даже глава Республики Крым, значит, у нас там присутствовал. Ну, в последний момент, конечно, слегка все было подпорчено появлением Ксении Собчак, гонорар которой, кстати говоря, был абсолютно конским и превышал гонорар, например, самого Люка Бессона. Но вот эта наглость со стороны Ксении Анатольевны, конечно, ее пробивная наглость, она поражает, естественно. Я вообще не знаю, зачем ее пригласили на эту роль. Вполне можно было обойтись более серьезным каким-нибудь ведущим. Но, в общем, есть такое ощущение, что вот это дурновкусие в виде приглашения Собчак вести этот форум, наверное, было продуктом того, что в последний момент, как мне показалось, к организации форума подключился господин Мурзагулов. Потому что, кроме него, наверное, никому подобная идея в голову прийти не могла. Сам форум, конечно, прошел. Что-то там прозвучало, какие-то мысли, какие-то обсуждения. Было некоторое количество ляпов. Первый блин, наверное, комом. Особенно, конечно, я отмечу, что технически небезупречно прошло это мероприятие. В общем-то, ну, были проблемы с интернетом, подвисание. Онлайн было довольно трудно и некомфортно смотреть. Но в записи впоследствии это смотрелось несколько лучше. Ну, посмотрим, насколько подобный формат вообще войдет в обиход. Посмотрим, какие результаты он принесет. Этот форум был, конечно, сугубо философским. Нельзя его назвать там каким-то исключительно инвестиционным или еще каким-то. Это был просто как бы некий набор размышлений умных людей о том, что нас ждет впереди. Попытка там какого-то мозгового штурма, какого-то общения, ну и так далее. Ну, а, как говорится, организацию надо поправлять, надо ее совершенствовать. И, может быть, подобные мероприятия станут традиционными. Кстати говоря, это очень сильно сэкономит наш бюджет. Возвращаемся к коронавирусной тематике. На прошедшей неделе врачи РКБ имени Куватова и некоторые другие медики записали видеообращение к руководству страны Путину, премьер-министру Мишустину, который тогда еще не ушел на больничный, к министру здравоохранения Мурашко, Бастрыкину. Ну, в общем, всем-всем-всем. На самом деле это такой некий крик о помощи. И требование все-таки уволить Эльзу Саркланову с должности главврача РКБ имени Куватова. Е. Дорофеев Вадим Давидович, заведующий пока еще существующим отделением гнойной хирургии РКБ имени Куватова. С конца октября прошлого года Республиканскую клиническую больницу постигло большое несчастье. Пришла команда, которая пытается разрушить все, что создавалось годами. С ноября 2019 года с приходом в больницу нового руководства были вынуждены уйти опытные и уважаемые доктора, проработавшие в больнице много лет. Я профессор Каланов Рим Гарипович по специальности хирург-онколог. 12 лет отработал в РКБ в качестве онколога-хирурга. По несвоей воле или по своей воле мне в январе месяце пришлось уйти из РКБ. Они не смогли работать в новых условиях, где приоритетом перестало быть лечение пациентов. Последней каплей стало заражение больных и сотрудников коронавирусом в марте этого года. Мы, коллектив Республиканской клинической больницы имени Гумера Галимовича Куватова обращаемся к вам. Обращаемся к вам, Владимир Владимирович. Игорь Викторович Краснов. Александр Иванович Бастрыкин. Михаил Владимирович Мишустин. Михаил Альбертович Мурашко. Обратите, пожалуйста, внимание на нас, на ту ситуацию, которая произошла в нашей больнице. Помогите нам сохранить наши жизни и здоровье. Помогите нам сохранить наши жизни и здоровье. Сохранить нашу родную больницу. Нашу родную больницу и наши рабочие места. Незамедлительно последовала реакция пресс-службы Хабирова. В пресс-службе заявили, что Хабиров, да, знает об этом обращении, но Эльза Сертланова останется работать на своем посту. И, ну, видимо, по мнению Хабирова, она прекрасно справляется со своими обязанностями. Многие, конечно, недоумевали, в чем причина подобного упорства. Хотя провал с РКБ абсолютно очевиден. И, безусловно, существенная доля вины в этом провале лежит на Эльзе Сертлановой. То есть было бы совершенно закономерно наказать ее хотя бы увольнением, а, возможно, и каким-то уголовным расследованием, которое все-таки так или иначе Следственный комитет будет проводить. Но нет. Администрация Хабирова стоит насмерть своих, не сдаем. И здесь уже просматривается какая-то совершенно нехорошая зависимость. Многие недоумевают, ну, что в чем дело, почему она так цепляется, где совесть, где там честь и так далее. Но все, на самом деле, значительно проще. Дело в том, что РКБ имени Куватова – это гигантский бюджет. Способность и возможность манипулировать этим бюджетом, естественно, является абсолютно лакомым пирогом. И вот подтверждение этого не заставили себя долго ждать. Наш подписчик, господин Мироненко, прислал мне, например, один из аукционов, одну из закупок РКБ имени Куватова, которая произошла минувшей осенью. Некое ООО «Созвездие», выиграв конкурс, поставило 46 тонн сахара для РКБ имени Куватова по цене 37 рублей 40 копеек за килограмм. При том, что на ту дату, когда была совершена эта поставка, Росстат давал среднюю розничную цену сахара 17 рублей 85 копеек. Вот вы понимаете, да, цена закупки сахара для РКБ имени Куватова на тот момент через ООО «Созвездие» была завышена ровно вдвое. Ну, то есть, ну, вот это по данным Росстата на тот момент. Это один маленький пример того, за что бьется, например, Эльза Сертланова. Но это мое субъективное осуждение, безусловно. Она, может быть, имеет и какие-то иные мотивы и желания. Но вот эта сделка, она четко характеризует, на мой взгляд, то, почему все это происходит. Сахар был куплен ровно в два раза дороже. И, наверное, это не единственный пример той мотивации, которая есть у главврачей наших больниц. Ситуация продолжает оставаться вот такой же патовой. Эльза Сертланова все еще находится на самоизоляции. 14 дней все еще не прошли, но она пребывает в должности главного врача РКБ имени Куватова. Хабиров не слышит нетребования граждан, которые уже более 15 тысяч подписей собрали под петицией за отставку Эльзы Сертланы. Хабиров не слышит медиков, которые обращаются и к нему, и к руководству страны. Ну, будем надеяться, что услышат там в Кремле. Может быть, что-нибудь изменится в связи с этим. На прошедшей неделе у нас опять в медийное пространство ворвался Ростислав Мурзагулов. Причем ворвался дважды и очень тревожным образом. Честно говоря, меня действительно тревожит его состояние и его положение в пространстве. В том смысле, что то, что он публикует в соцсетях от своего имени, вызывает серьезное беспокойство. Уже, на мой взгляд, с медицинской точки зрения. Я говорю о той заметке о том посте, который он разместил у себя в соцсетях, где у него какая-то совершенно запутанная параноидальная теория заговора о том, как Навальный вовлекает в свои сети граждан, потом их там втягивает в какие-то чатики, а в этих чатиках их поджидает злобное ФСБ, которое всех там перепишет и всех, значит, запишет. Совершенно какой-то реально нездоровый, больной бред. Человек выкладывает это в сеть. Не первый раз, конечно, Мурзагулов клянется в верности власти при помощи проклятий в адрес Навального, но в этот раз получилось как-то особенно болезненно. Не знаю, с чем связан очередной вот этот вот приступ синкразии к Алексею Навальному, совершенно непонятно, но выглядело это очень нездорово. И буквально сразу же дуплетом случилась вот эта история с банкетом Хабирова в честь 9 мая. Одно из уфимских изданий обратило внимание на то, что конкурс на этот банкет как бы до сих пор не отменен. Последовала незамедлительная реакция со стороны Мурзагула, причем он оскорбительной форме охарактеризовал деятельность этого, в общем-то, нормального обычного сетевого издания и попытался сманипулировать данными. Значит, там была такая достаточно детская предпринята попытка отменить этот конкурс раньше, чем вышла заметка в издании на тему этого банкета. Это, в общем, совершенно истерическая реакция с оскорблениями, с какими-то, значит, там, выпадами. Но на самом деле это подчеркивает, ну, совершенно неадекватность нашего руководителя Башинформа, по крайней мере, руководителя наблюдательного совета Башинформа. Тут просматривается и неумение работать с информацией, и какие-то вот эти уже совершенно запредельные попытки манипулировать. Но, как говорится, интернет помнит все. Тут же поймали за руку Мурзагулова, выяснив, что он попытался вот передернуть эти даты публикации. В общем-то, на самом деле, вся эта история не стоила даже и выеденного яйца. На самом деле, просто забыли отменить банкет. Никто не собирался его, безусловно, проводить. Во время пандемии, во время эпидемии, конечно же, никаких ветеранов там не приглашали бы, не кормили и так далее. Скорее всего, просто бы не состоялся этот банкет. Но вот на пустом месте Мурзагулов умудрился построить вот такую вот истерику, такое безобразие. Я все-таки считаю, что руководству республики нужно пристально обратить внимание на этого товарища, посмотреть, ну, сколько неприятностей, провалов и каких-то, значит, безобразных историй он уже принес республиканской власти. Ну и, судя по всему, в нем это все развивается. И, наверное, мы в ближайшее время увидим еще какие-то истории, связанные с этим человеком. Наверное, пора бы уже прекращать. А теперь для разнообразия одна история, которая совсем не связана с коронавирусной инфекцией, с этой пандемией. История эта из Баймакского района. Со мной связались два бывших председателя сельских советов. Григорий Сафин и Равиль Янчурин рассказали мне вот какую историю. На протяжении 15 лет, до декабря 2018 года, Баймакский район возглавлялся Ильшатом Сидиковым 15 лет. Это ветеран местного самоуправления, можно сказать. Этот замечательный глава района практиковал такую вещь. Он обязывал председателя сельских советов на зимний период времени устраивать службу занятости, регистрировать там безработными пастухов, которые все лето пасли общественный скот и получали деньги, которые собирали сами сельчане за вот этот выпуск скотин. Эта практика длилась 4 или 5 лет. Она осуществлялась под непосредственным руководством господина Сидикова. Он распоряжался это делать своими телефонограммами и даже печатал в местной газете об этом информацию. В общем, все это длилось-длилось. И вот по прошествии некоторого времени Сидиков уже уволен с поста главы района Баймакского. И многие-многие покинули свои посты и должности. И вот к председателям сельских советов, к 17 председателям сельских советов из 21 в Баймакском районе пришли следователи. И выяснилось, что по мнению Следственного комитета, прокуратуры, действия эти были незаконными. На работу пастухов принимать было нельзя. И теперь несчастным председателям сельских советов вменяют 159-ю статью мошенничества и нанесение ущерба государственной казне в виде выплаты вот этих вот пособий по безработице для пастухов. Очень странная история. Почему-то прокуратура не хочет объединять все это в единое дело. Почему-то она не хочет привлекать туда Сидикова и центральную бухгалтерию района, которая, по сути, занималась и выписыванием вот этих вот справок о трудоустройстве и так далее, и так далее. Складывается ощущение, что это какая-то удобная такая схема поставить много-много галочек в борьбе с коррупцией. То есть вот вместо того, чтобы сделать одно дело и тщательно его расследовать, кто же там был зачинщиком и кто давал какие указания, шлепаются под копирку эти дела, даются условные сроки. Некоторые главы сельсоветов уже получили условный срок, а это большая черная отметка в биографии человека. То есть человек уже никогда не попадет на муниципальную службу, человек не попадет на государственную службу. И многие-многие, как говорится, двери ему будут закрыты. Но прокуратура штампует вот эти вещи, эти дела одно за другим. Я думаю, что республиканской прокуратуре нужно обратить внимание на эту историю в Баймакском районе, в том смысле, что возможно, что процедурно там что-то идет не так. И вызывает также вопросы, почему вот этот ущерб взыскивается с председателя сельских советов, а вовсе не с тех, кто по факту получал деньги. Также вопрос есть и к службе занятости. Почему же она приняла эти документы, которые впоследствии представляются недостоверными, фальшивыми или должным образом оформленными? Почему? Куда смотрела Иванова с этой службой занятости, биржей труда и так далее? Значит, вот эта вот история, так как она касается очень большого количества людей, там свыше 90 этих пастухов и вот 17 председателей сельских советов, в отношении которых или возбуждены эти уголовные дела, или уже они получили приговоры, или в ближайшее время это с ними случится. В общем, конечно, круг людей достаточно обширный. Вот такая вот тревожная история в области местного самоуправления у нас случилась в Баймакском районе Республики Башкортостан. Под шумок вот этого всего коронавирусного хаоса, конечно, происходит много безобразных историй, в том числе и в области и муниципальной власти, и государственной власти. Крадутся деньги, делаются состояния на этих злосчастных масках и всевозможных, значит, вот этих вот защитных костюмах. Мы помним, что на прошедшей неделе произошла такая перепалка заочная между изданием ПРУФУ и начальником нашего ТПП, которого обвинили в том, что он не пойми, из чего шьет эти костюмы и впаривает их, значит, нашему Минздраву. Я не знаю там какие детали, но, в общем, было очень жарко. Ну, кроме всего прочего, происходят и некие странные, загадочные экономические процессы, например, выделение участков под застройку. Казалось бы, ну, до этого ли сейчас нашей мэрии, но, оказывается, до этого. На прошедшей неделе два предприятия получили весьма солидные и очень большие, очень хорошие участки земли под застройку. Причем получили без конкурсов, получили указом главы, я имею в виду компанию «Садовое кольцо» и компанию «МашТехресурсы». Ну, если с «Садовым кольцом» все более или менее понятно, потому что так, в общем-то, и предвиделось, что будут развиваться события, это красногорская строительная компания, которая пришла к нам в Башкирию, ну, видим, как-то шла-шла, случайно зашла в Башкирию. Эта компания взяла на себя обязательства по решению проблем, которые сложились вокруг компании «Госстрой», депутата горсовета Бадикова, которая, в общем-то, ну, там, обросла проблемами, куча недостроенных домов, много-много дольщиков, и вот «Садовое кольцо» взялось решить эту проблему за счет собственных ресурсов, за что им выделяют вот этот вот участок земли. Тут более-менее понятно. Там вопрос только с процентами. «Садовое кольцо» обязуется выделить из того, что оно построит на этом участке в районе Лесотехникума, а там целых 3,6 гектара очень даже хорошей земли получило это «Садовое кольцо». Так вот, 10% от построенных квартир будет выделено обманутым дольщикам в счет решения этих проблем. Я не знаю, как там будут дальше развиваться события. Дело в том, что дома «Госстроя» ведь надо достраивать. То есть ведь не просто нужно строить новые на Лесотехникуме, и еще непонятно, кому они вообще нужны при нынешней ситуации в экономике, но нужно достроить дома самого «Госстроя». То есть там, конечно, вопросов много. Но вот участок выделен. А вторая компания, она более интересная. Вот эта загадочная организация ООО «Маштехресурсы», маленькая ООО с очень скромным уставным капиталом, непонятно каким бэкграундом в области строительства и огромным количеством судебных тяжб, многие из которых длятся еще до сих пор. Причем это судебные претензии такого экономического характера в арбитраже и так далее. Репутация этой компании пока непонятна. На каком основании, почему именно эта компания получила участок в районе ГДК под комплексную застройку тоже непонятно. И складывается впечатление, что за этой компанией-ширмой все-таки стоит кто-то другой. Вот кто, будем выяснять. Я, честно говоря, пока в эту историю не погрузился. Но сама по себе, на первый взгляд, эта компания не производит впечатление какого-то серьезного предприятия, способного на крупный девелоперский проект. Но, как говорится, «Война план» покажет. Посмотрим, разберемся, поднимем документы. Обязательно в ближайшее время к этому вопросу вернемся. Все мы помним, что Ради Хабиров не так давно заявил о том, что он передает свою месячную зарплату в фонд борьбы с коронавирусом Единой России. К нему присоединился Андрей Назаров. Потом позже присоединилась мэрия Уфы, которая перечислила однодневный заработок. И я нисколько не сомневаюсь, что еще большое количество чиновников последовало примеру своего начальства, перечислило деньги в этот фонд. Очень много вопросов возникает, каким же образом теперь Рустам Ахмадинуров, новоявленный вице-спикер госсобрания, справляется с этим неожиданным богатством, которое на него свалилось. Как он отчитывается за него, как он распоряжается, кого он уже облагодетельствовал и так далее. Рассказываю. Со свалившимся на него богатством Рустам Маратович справляется весьма своеобразно. Он заказал себе отдельно уникальную маску против вируса, на которой изображен ради Хабиров и еще какие-то персонажи. Там всевозможные девизы на этой маске. Сделана очень красивая, видимо, очень дорогая маска. А также Рустам Маратович спешным образом зафрахтовал четыре самолета малой авиации, загрузил их флагами Единой России и полетел оказывать помощь на этих четырех самолетах в город Нефтекамск. Придумать более безумного способа потратить деньги, которые на него неожиданно обрушились, наверное, сложно. Потому что вообще-то за три-четыре часа в город Нефтекамск из Уфы доезжает любой грузовик, полностью нагруженный гуманитарной помощью, коробками, и можно кому-то там помогать. Сколько берет на борт груза самолет малой авиации, кроме Ахмадинурова, пилота и флагов Единой России? Да нисколько. На самом деле эти самолеты вовсе не предназначены для перевозки грузов. В общем, конечно, вот этот безобразный пиар, который предпринял Ахмадинуров на деньги, я так понимаю, этого фонда, потому что, ну, по сути, даже если летчики, владельцы самолетов предоставили эту технику бесплатно, такие перелеты бесплатными быть не могут. Это топливо, зачем-то сожженное самолетами в большом количестве, это взлеты, посадки, это ресурс самолетов и так далее, и так далее. То есть, ну, я еще раз повторю, более безумного способа пропиариться и за счет этих вот благотворительных денег что-то такое сделать, как будто бы полезное, наверное, придумать сложно. Но, тем не менее, факт остается фактом. Четыре самолета с Ахмадинуровым на борту вылетели в Нефтекамск, и широко разошлась эта картинка, где он позирует на взлетном поле с флагами, значит, вот такой весь красивый и эффективный. Вещи, которые делает Рустам Маратович Ахмадинуров, не единственный и не самый яркий пример глупостей, которые происходят в республике Башкортостан. Например, глава Илишевского района на прошедшей неделе разослал предпринимателям письма с требованием пожертвовать, ну, требованием, предложением пожертвовать однодневный заработок в фонд развития района для борьбы с коронавирусом. Ну, более циничного подхода в момент, когда все предприниматели находятся на грани разорения, деятельность остановлена, никто не работает и никакой выручки не имеет, наверное, тоже придумать сложно. Но глава Илишевского района так не считает. Он разослал эти письма и ждет по указанным расчетным счетам, видимо, поступлений от предпринимателей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова